Сегодня мы хотим показать вам наглядно, как работать с проволочками, которые показывают направление с севера на юг и с запада на восток. Сейчас я стою лицом на восток, и у меня не сжатые электродики, они просто сами вращаются в моих руках. Вот я иду, и они сходятся, и они сошлись, то есть вот там у нас восток, там запад, там север, там юг, вот видите, кирпичиком я обозначил уже вот это место. Я иду, отхожу, вот видите, они расходятся, расходятся, расходятся и сходятся опять. То есть вот этот вот квадрат получается в результате того, что эта сеточка не видна, ну как бы нам не видна, но вот проволочки сами не показывают, каким образом потом можно сажать растения. То есть вы обозначаете колышками, там или вот как я, кирпичиками. И вот семечковые, то есть яблоню или грушу, нужно посадить в центр этого квадрата, тогда они не будут подвержены морзобоином, солнечным ожогом и так далее, так далее. То есть будут хорошо расти. А вот семечки, косточковые сажают на пересечении, то есть это слива, абрикос, черешня, вишня, алыча. То есть вы сажаете на перекрестях. В том числе кустарники тоже сажать нужно на перекрестях. Только семечковые, еще раз я повторяю, сажают в центр. То есть груши, яблоня, это нужно сажать в центр этого квадрата. И, в общем-то, я покажу еще, вот смотрите, я отхожу и опять через, вот эти линии проходят через 2-2,5 метра. Вот опять они сошлись. То есть вы даже можете проверить, где у вас растут сами, допустим, поросль вишни, сливы. Они обязательно будут расти на перекресте. То есть сами растения вам покажут, что на самом деле, где и как нужно сажать. Ну вот о чем я хотел сегодня рассказать. Спасибо.